Я по привычке, несмотря на облучающих меня соседей, подкидывающих трубное мясо, вентиляцию, все же буду вещать с привычного места, двора следственного комитета. Иногда у меня складывается впечатление, что я один здесь за весь комитет работаю на стороне правосудия. Видео будет комбинировано из нескольких, потому что материала у меня очень много, я не успеваю работать, я не высыпаюсь, так как меня очень жестко претенгуют, на самом деле у меня есть только несколько часов для того, чтобы заниматься видеодеятельностью, потому что все остальное время мне приходится просто элементарно болеть. Поэтому приятного вам просмотра. В продолжении прошлых видео угрозы были реализованы снова, мне обещали, что расправиться с моим здоровьем, как я говорил уже 9 месяцев, меня пытают, угрожали, что дадут, если не переводить на русский язык, пизды, а также цитирую данных господ, что они ебали в рот всю правоохранительную систему, что они вербуют прокуратуру, также у них есть знакомые ФСБ, также под ними находится полиция, данных господ я видел на улице, постепенно ходят здесь, пытаются меня закошмарить, курируют, всячески обозначаются. Сегодня уже 12 число, 12 ноября, получается так, что праздник, судя по всему, очень сильно удался, у товарищей полицейских, буквально такие прям, у меня для них есть поздравительная песенка, коп, оп, 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 вот, отдел полиции, оп, номер один, который раз захожу, не могу там найти Ахниджиязова Мурата, которому перевели дело, дело в том, что скрывается уже 2, 2,5 недели, скрывается уже 2,5 недели, парень, никак на этого товарища полицейского не выйти. Мало того, все заявления, которые были в отдел полиции 3-5, это участковые, которые находятся у нас на Московской 58, ребята вообще оттуда, судя по всему, переехали, окопались, закрылись, то есть достучаться, дозвониться невозможно, сегодня один из номеров взял, после этого бумажки, сразу, после того, как я дозвонился до одного, бумажки, значит, со всеми номерами вырвали, передали мне, значит, такую фразу, что все в отпуске, ну вот, Грищенко, Грищенко, говорит, ушел в отставку, или, наверное, на пенсию, что ли, ушел, я не понял, к чему это намек, наверное, тогда я задавал вопрос, Грищенко, наверное, позволили, у него рак был, ну вот, позволили ему так себя вести, говорю, вам кто так позволяет, кто у вас больной, судя по всему, там, вся полиция заболела, заболела, разом, вместе, взятое, вот, не по одному и сделаю, естественно, не по одному заявлению, я не могу не поинтересоваться по результатам, а теперь, судя по всему, придется, действительно, обращаться в прокуратуру, ну а пока вы увидите, как я пытался достучаться, хотя бы до кого-нибудь в полиции, найти Аджиньязова, найти Савельева, найти хотя бы кого-нибудь. Давайте я вам еще раз объясню, как дело было. Я обратился сюда в полицию, понимаете, по факту избиения. После этого я ни разу ни одного человека здесь не видел. как мне увидеть того человека, который принял заявление, передал дело и того человека, который ведет сейчас это дело. Никто трубки брать не хочет. Что? Мне позвонили и сказали то, что я без понятия. Мне позвонили, сказали, что теперь этим делом занимается Аджиньязов Мурат. Этого Мурата я найти не могу уже две недели. А то и боли, понимаете? А что у вас там? А имя как ваш? Григорьев. Григорьев, здарь. Григорьев, здарь. Григорьев, здарь. Григорьев, здарь. Я ему писать, скажу, что писала. О, бон. Стой. Запишите телефончик. А какой еще телефон можете дать? 23-44-86. 23-44-86 я уже звонил. То же самое. Трубку не берет. 23-25-09. То же самое. 23-44-14. То же самое. Четыре телефона уже. Так пройдет дело, скажет. А что, я все возбудил уже. Сроки прошли. Сам найти не мог. Я ему звонил, причем нашел его сотрудника. Попросил, оставил ему номер, своего номера телефона сотового. Чтобы он набрал меня. Чтобы я вышел с ним как-то на связь. Как прихожу, его найти постоянно не могу. Что мне сделать, чтобы его найти? Тихо, тихо, тихо. Мобильный телефон можете дать ему? Мобильный не могу дать. Тогда каким образом мне можно найти его? Какую-то бумагу нужно написать или что? 23-36-00. Это их начальник. Который я счастливым давал. 23-36-00. Это их начальник. Итак. Исходя из двух спровоцированных заказных драк. Из того, что прокуратура пишет отказные материалы наравне с полицией города. А посредниками являются продажные адвокаты-каббалисты. Делаю заключение, что вся правоохранительная система. Погрязла в коррупции. Ни одно из моих обращений не было рассмотрено по существу. Беспристрастно. По закону. Видео о произволе судебных медэкспертах. Которым из-за своей коррупционной жадности можно назвать условно. Будет еще подготовлено. А пока по горячим следам из того, что вещает мне пси-террор эфир и исходящих реалий. Буду постепенно всех коррупционеров освещать. Чтобы позднее, надеюсь, найдутся заинтересованные в правосудии чины. По этим видео могли с доказательством в виде отказных писем и билиберды с заключениями. Осознать, что правосудий в России, а конкретно в Саратове, нет. Здесь чинят произвол. Как работающие во всех правоохранительных структурах чины, так и те, кого уже уволили. Как вы видите, и для них тоже найдется работенка в криминальных структурах. Кого благодарить за сие остается загадкой. Но по словам судебного пристава, о котором тоже будет видео, Путин нам разрешил. Остается понять, что это у них сумоуправство такое. Они и так оправдываются, либо действительно 90-е никуда не ушли. А все высшее руководство, занимающее посты и имеющее отношение к правоохранению, лишь играет в благочестивых слуг народа. А на самом деле это волки в овечьих шкурах с кнутом в руках. Как видно из нового отказного дела за подписью полковника полиции, уже известного Савельева, и бегающего от встречи с потерпевшим, у которого он не в состоянии взять показания, а джиния за ФМБ, по материалу проверки КОЭСП, они постановили, что оказывается браслеты никто не срывал. Которые находились под моей курткой. А охранника заведения, который успел подобрать один из браслетов мошенника, который, судя по всему, прятал его себе в карман, опросить, судя по всему, по материалам дела, забыли. Равно как и разыгравших целую сценку мошенников в заведении Пятница, бара города Саратова, с целью воровства о данных браслетах. Так как по каналам данного пси-террора мне уже угрожали, что с меня их снимут. Чем воспользовались си криминальные особы? Моим походом в данное заведение, о чем я многократно жалею. После таких инцидентов репутация заведения скатывается ниже нуля. Но не об этом дело. Браслет очень жалко, собирал несколько лет, а уж о здоровье потерянном говорить не приходится. Что уже говорить о сообразительности полиции, чтобы изъять видео с нескольких видеокамер с места происшествия? Ведь проспект, все как на ладони, там их несколько, четыре. Да и как во время драки-то с двумя браслетами быть-то? Как они слетели, когда в прошлое так долго мутузились борьбой, но они остались на мне? Видно, у прошлых задачи не стояло воровать. У этих была четко сформированная, да еще заранее не озвученная. Но это еще не все. Горе полицейским за четыре месяца нахождения у них материала, судя по всему, не пришла судебная метаэкспертиза, а если пришла, возможно, и такое, то они, эти судмедэксперты, в обход закона до сих пор пребывание больного на больничном листе свыше 24 дней трактуют как волю врачей к лечению. Сломанный нос, снимки которых мы не могли найти всей поликлиникой после того, как пресловутые соседи побывали у заведующего отделения, равно как и снимок перелома носовой пазухи черепа, который все же я снял на телефон, и я вам его покажу. Так вот, эти врачи из СМО с Челюскинсов-177 трактуют такие деяния, как легкую тяжесть причинения вреда здоровью. Наверное, за деньги, без денег, деньгами. Не столь суть. Суть в том, что этим мало того, что они совершают криминальные действия, они препятствуют совершению правосудия и вообще не имеют права занимать свои должности за отсутствие соответствующей квалификации. То есть, херовые из них эксперты. Но это еще не все, господа. Чудо полицейский не в состоянии оценить стоимость браслета. Аналог браслета, оставшийся, естественно, я показал в полиции. Открыв в интернете вкладку «Тролль Битсмен», посчитав количество шармов и прибавив к ней стоимость, собственно, своей цепи. Итого у нас выйдет порядка 80 тысяч рублей, если не брать в расчет пару шармов, изготовленных на заказ, о чем я в кабинете товарища полицейского в подробной форме рассказывал. В итоге, что мы имеем? Копия данного постановления должна быть выслана мне, но я пятый месяц через всевозможные преградительные барьеры сам лично взял копию в отделе. Как вы понимаете, все за визированием уже известной по случаю прошлого избиения и множных отказов отписок Челнокова и Дашкиной. Вот так и получается. Система захотела сделать из меня мальчика для битья по заказу криминальных структур. Ну а как? Целый бизнес. Дай по голове одному. Возьми заказчика. А потом он аж сколько структур за зарплату со взятками получает. И судебная экспертиза, и прокуратура, и, естественно, отдел полиции номер один города Саратова, который не просто так имеет славу самого криминального отдела полиции, потому что там за деньги, деньгами можно все. Товарищ Путин, вы хотели истребить коррупцию в стране? Так я вам на прямую линию столько сообщений разными способами вашим представителям. И аппарату полномочного представителя президента России закидывал письмами. И аппарату полномочного представителя президента России закидывал письмами. Правда, тот так на каждую бумагу, что я ему не давал, смотрел и говорил, ну я-то ни за что не отвечаю, просто могу бумажку взять. И обращался к полномочному по правам человека. Дальше что? Куда мне нужно обратиться товарищ Путин? Или товарищ Чайка? Или, я не знаю, из местных самоуправленцев? Неужели у нас до сих пор в России определяют права человека только ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека? И в заключение объясню, почему нас в России называют продажных копов свиньями. Потому что им пофигу на грязные деньги. На мусорные. Перестаньте быть мусорами. Перестаньте быть методом.